Все дальше уходит в двух веков события Великой Отечественной войны. И время, к сожалению, не властно над этой исторической памятью. Но люди хранят эту память прежде всего как источник духовного здоровья своих подругов. Музей военно-воздушных сил в Монино действительно уникален. Придя в него, можно окунуться в атмосферу времен Великой Отечественной, узнать, на каких боевых самолетах летали наши военные и погрузиться в мир советской авиации. А чтобы знакомство с тем периодом было еще более интересным, в музей прошла конференция «Авиационная промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны». На ней слушателям рассказали о роли основных конструкторских бюро в обеспечении развития советских военно-воздушных сил и вкладе в разгром гитлеровской Германии. Эта тема непростительно забыта, она является белой. Поэтому мы на нашу открытую конференцию пригласили представителей действующих авиационных конструкторских бюро, такие как Яковлева, Микояна, Тополева, Илюшина. Конференция прошла в зале, где представлены самые известные модели самолетов военного периода. Например, пикирующий бомбардировщик Пе-2, который был основным фронтовым бомбардировщиком, применявшимся для решения многих задач. Или цельнометаллический моноплан с двумя двигателями М105Р. Он развивал скорость до 540 км в час, а его стрелковое вооружение состояло из пяти пулеметов. К началу Великой Отечественной войны авиационной промышленностью было построено 1946 истребителей Як, МиГ, ЛАГ, 458 бомбардировщиков Пе-2 и 249 штурмовиков Ил-2. Во втором квартале 40-го года выпуск боевых самолетов увеличивается на 75%, моторов на 45%. Здесь представлена таблица. Я вам должен без ложной скромности сказать, что над этим докладом работает практически весь наш отдел. Мы брали много источников из нашего музейного архива. После лекции для слушателей провели экскурсию по остальным залам, ангарам музея. В них также размещены различные самолеты, вертолеты и авиамоторы отечественной авиации, начиная с 1909 года и до наших дней. Кроме того, в залах находятся модели летательных аппаратов, уникальные фотоматериалы и редкие документы.